Акции в память о погибших в Кемерове проходят по всей России. Почему главные здания Казанского университета так стремительно покинули студенты и сотрудники? В КФУ прошла олимпиада по финансовым рынкам. В России 28 марта официально объявлен общенациональный траур. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и передачи. Жители скольбят по погибшей в результате страшного пожара в Кемерове. Акции в память о погибших проходят по всей России, от Дальнего Востока до Калининграда. Подробности расскажет Адель Шамилова. По указанию президента России Владимира Путина, 28 марта официально объявлен днем траура в связи с трагедией в Кемерово. Известно, что в результате пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Траур по погибшим в торговом центре был объявлен в Кемеровской области, а также в других регионах. Напомним, пожар в Кемеровском торговом центре произошел 25 марта. Огонь начал распространяться на четвертом этаже здания, где находились детский развлекательный центр, зоопарк, каток и три зала кинотеатра. В одном из них оказалась заблокирована группа детей. В городе, в четвертом этаже, возникнут в лодку выхода. Обнаружено 15 пакетов из них 7 детей. Эти 15, они зачем нам говорят, что и не задохнулись? Они задохнулись, если они от температуры. Однако, дни скорби начались по всей стране раньше, чем вышло официальное указание. В город, где случилась страшная трагедия, приехал глава государства Владимир Путин. Президент возложил цветы к стихийному мемориалу у торгового центра, посетил больницы пострадавших, а также встретился в здании суд медэкспертизы с родственниками и жителями Кемерово. Их он заверил в том, что все виновные в трагедии понесут наказание. Стоит принять к сведению, что траур объявлен в Кемерово на три дня. 28 марта кемеровчане простились погибшими. Скорбят по жертвам страшной беды и жители других городов страны. Например, цветы и игрушки к специально оборудованному месту на площади Ленина крымчане стали приносить уже во вторник. В Сочи состоялся митинг, а в Ростове-на-Дону организовали сбор средств. Их перечислят на расчетный счет помощи пострадавшим при пожаре в Кемерове. А в Казани возложили цветы и почтили память погибших сразу в двух местах города в Ленинском садике вблизи Казанского федерального университета и у часов на улице Баумана. Студенческое и научное сообщество нашего города не осталось в стороне. Казанский федеральный университет организовал студенческое шествие и возложение цветов в Ленинском садике. Эта трагедия унесла жизни, даже неважно какого количества, она унесла жизни людей. И мне кажется, в таких ситуациях университетское сообщество никогда не должно остановаться в стороне. И многие события этому – это подтверждение. Передать то, насколько это сложно переживать, словами невозможно. Детская смерть – это действительно самое страшное, что может произойти. Это горы с утраты свыше 40 детей на данный момент. Стоит принять к сведению, что в социальных сетях также проходит еще одна акция. Ее условия призывают отказаться уже в эту субботу от походов в торговые центры. Данная акция напомнит владельцам торговых центров о ценности человеческой жизни. Аделья Шамилова, Рустам Садриев, Дмитрий Варламов, Универньюз. И в продолжение темы о случившейся трагедии в Кемерово. Во всех городах страны начались проверки на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. Одну из таких проверок провели и в Казанском федеральном университете. Казанского федерального университета. Казанскому федеральному университету состоялась олимпиада. Смотрим. Проверить свои знания в области экономики смогли студенты различных вузов Казани. На базе Института управления экономики и финансов Казанского университета состоялась городская межвузовская студенческая олимпиада по финансовым рынкам. Она была посвящена 200-летию Карла Маркса. Мы все-таки живем сейчас в цифровой экономике. Дети должны знать, что такое финансы, что такое вообще финансовый рынок. И поэтому я считаю, что эта олимпиада, она просто необходима для студентов. Мы стараемся собрать студентов по профильным специальностям со всего города. Сдружить их, показать себя, показать наш институт. Ну и как-то привлечь первый-второй курс к общению уже по поводу профилей дальнейших. То есть куда они пойдут распределяться и дальше как определяться в жизни своей. Не зажжешь искры, она не появится. Мы попытались ее зажечь. Я думаю, у нас это получилось. Олимпиада проводится уже в третий раз. И каждый раз участники отвечают на вопросы с большим интересом. Достаточно интересное событие. Такая платформа, на которой можно измерить свои знания и посвестизаться с достаточно конкурентными студентами нашего университета. Достаточно простые вопросы о структуре, не о структуре банка, а какие функции выполняет банк, что он собой представляет, кто такие там были трейдеры и так далее. То есть достаточно легко было, но есть и те глубинные такие вопросы, которые, наверное, мы еще не рассмотрели. Были пару конкурсов, которые, я скажу, что они были немного сложноватые. Допустим, первые, где нужно было находить термины, это было немножко сложновато. А вторые и третьи, это было полегче. У нас остался интерактивный конкурс про деньги. Это было интересно. И мы там заняли первое место. Участие в Олимпиаде приняли 8 команд из 5 казанских вузов. После подсчета результата всех студентов наградили дипломами и памятными подарками. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Казанском федеральном университете проходит школа молодых ученых по новому направлению. Подробнее о первом дне работы школы расскажет Олег Кашин. В стенах Казанского федерального университета заработала первая школа молодых ученых-исследователей всемирного культурного наследия. Школа проводится на базе Института международных отношений и истории востоковедения. Основной целью школы является формирование молодых ученых нового формата. В течение двух дней с 28 по 30 марта участники школы выступят со своими проектами по 15 темам. В числе тем – история, археология, культура, религия, образование и педагогика. По итогам работы школы участники получат дипломы, новые знания и возможность опубликовать свои проекты в сборнике конференции. Олег Кашин, Ленардо Валетьяров, Универньюз. 27 марта состоялся совместный семинар сотрудников Химического института, Института фундаментальной медицины и биологии, а также Инженерного института на тему «Возможности метода сверхбыстрой калориметрии для медицины, биологии и инженерии». Подробности – далее. Совместный семинар для сотрудников Химического института имени Бутлерова, Института фундаментальной медицины и биологии, а также Инженерного института объединил ученых Казанского федерального университета. Исследователи обсудили возможности сверхбыстрой калориметрии для медицины, биологии и инженерии, а в частности работу приборов с данным направлением науки. На семинаре было отмечено, что в России на сегодняшний день очень мало специалистов, разбирающихся в таком направлении, как циркбыстрая калориметрия. Решать данную проблему нужно незамедлительно. Этот метод позволяет исследовать влияние скорости охлаждения на характеристики металлов и сплавов, а также полимеров, которые в свою очередь определяют их прочность. Поэтому, конечно, этот новый прибор требует особого способа. И, конечно, мы сразу же, вот сейчас, я уже это объяснял, конечно, нужно искать образы применения, приложения, то, что нам советовал Ильшен Равкадович. В дискуссии обсуждались перспективы совместных исследований лаборатории сверхбыстрой калориметрии, созданной в КФУ под руководством Кристофа Шика и ученых КФУ других университетов и академических институтов Казани. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова